Всем привет! В этом уроке мы снова метод динамического программирования будем применять к задаче, которую мы с вами уже встречали в главе, в которой мы рассматривали жадные алгоритмы. Задача эта называется «Независимые множества в деревьях». Задача слегка усложнится. Напомню, на вход в этой задаче нам дается дерево, только теперь дерево у нас взвешенное. Это означает, что каждой вершине присвоен некоторый вес. Это число, можно считать это число натуральным или вещественным, неважно. То, что мы хотим найти, это независимое множество, то есть такое множество вершин, между никакими двумя из которых нет ребра, вес которого был бы максимален. Когда мы рассматривали эту задачу в главе про жадные алгоритмы, у нас весов никаких не было. Другими словами, вес каждой вершины можно было считать просто равным единице и максимизировали мы количество. Это то же самое, что максимизировать вес в ситуации, когда вес каждой вершины единицы. Теперь у нас ситуация чуть сложнее. Каждая вершина есть вес и мы увидим, что жадный алгоритм в такой ситуации не работает. Продолжая нашу аналогию с планированием вечеринки в компании, которую вы, может быть, помните, мы говорили, что можно компанию представлять как дерево, которое задает иерархическую структуру в компании, где ребенок вершины означает, что соответствующая вершина, соответствующий человек является непосредственным начальником того ребенка. Тогда мы хотели в качестве независимого множества выбрать просто побольше вершин, и это означало, что мы хотим на вечеринку пригласить побольше людей, так чтобы ни один человек на вечеринке не оказался вместе с его непосредственным начальником, поскольку в такой ситуации невозможно получать удовольствие от вечеринки. Теперь у нас ситуацию можно рассматривать так. Каждому человеку теперь присвоена некоторая веселость. Веселость это вот число, это вес вершины, и мы хотим максимизировать суммарную веселость людей. Давайте к примеру обратимся, как обычно. Вот он пример небольшого дерева, в котором каждой вершине присвоен вес. Вот один из способов выбрать независимое множество, и вес его получается равным 17. А вот пример оптимального по весу независимого множества в этом дереве. Его вес 18. Вот как видите, уже даже на этом примере видно, что жадный алгоритм здесь бы не сработал. То есть в прошлый раз мы говорили, что надо обязательно взять все листья, и рассуждение было довольно простое. Если какой-то лист не взят, ну вот, например, вот этот, тогда давайте его возьмем. Возможно, при этом придется выкинуть множество его родителя, но нам-то какая разница. При этом размер не увеличился. Но вот теперь все становится сложнее, потому что, если мы возьмем вот этот вот лист, а его родители выкинем, то размер, не размер, а вес теперь независимого множества уменьшится. Вон, поскольку мы выкинули вершину веса 5, а взяли вершину веса 2. Это, конечно же, не выкидно. Соответственно, нужно что-то более хитрое. Ну вот сейчас мы такой алгоритм представим, заодно увидим, что действительно вес 18 оптимальный для этого дерева. Поможет нам понять, какую задачу нужно здесь выбрать, чтобы вообще применить метод динамического программирования. Наша предыдущая лекция. Мы там уже рассматривали деревья. Там задача была, правда, немножечко другая. Нам там надо было построить дерево. То есть построить оптимальный порядок, это и значит построить дерево. Здесь у нас есть дерево уже дано, нам для него надо просто найти какое-то оптимальное число. Но когда мы с вами замечали уже, что у дерева есть такая приятная структура. Можно взять его любую вершину и рассмотреть под дерево, которое под ним висит. Соответственно, давайте так здесь и поступим. В качестве подзадачи будем рассматривать просто нашу исходную задачу, то есть нахождение оптимального независимого множества в соответствующем поддереве. Итак, еще раз. Вот такая предлагается подзадача. Если у нас есть некоторая вершина в дереве, V, то D от V это будет максимальный вес независимого множества в поддереве с корнем в этой вершине. Надо понять, как пересчитывать тогда. Но пересчитывать несложно. Итак, нас интересует, каково оптимальное независимое множество в поддереве с корнем в вершине V. Как обычно, мы не знаем, как оно выглядит, но мы знаем, что оно вершину V либо включает, либо не включает. Давайте рассмотрим эти два случая. Вот они здесь оба и нарисованы в этой рекуррентной формуле. Если включают, во-первых, мы тогда зарабатываем ее вес. Если вершина V включена... Давайте нарисуем где-нибудь. Вот вершина V. Вот у нее есть там какие-то поддеревья. Ну и так далее. Это дерево там вниз продолжается. Если вершина V включена в независимое множество, тогда мы не имеем права брать ни одного из их детей. Из ее детей. Так что мы их сразу выключаем. С другой стороны, все, что ниже, мы брать имеем право. Никаких конфликтов с вершиной V это уже сделать не может, поскольку вершина V соединена только со своими детьми. Ну вот в этом поддереве. Ну и более того, понятно, что в каждом из вот этих вот поддеревьев, которые здесь снизу болтаются, мы хотим опять-таки взять оптимальное решение, конечно же. Чтобы получить оптимальное решение для поддерева с корнем V. То есть здесь опять работает по простым соображениям вот этот вот принцип оптимальности для подзадач, который легко показать методом вырезать и вставить. Соответственно, вот эти вот поддеревья, они соответствуют просто поддеревьям в корнях с внуками, корни которых являются внуками вершины V. То есть внуками непосредственных, непосредственные вершины, которые под V висят непосредственно, мы называем детьми, а их детей мы называем внуками вершины V. Поэтому в первом случае мы получаем вес вершины V, плюс надо, конечно, взять оптимальные решения для всех внуков и просуммировать. Это был первый случай, когда берем вершину V в оптимальное, ну просто берем вершину V в решение. Если же мы ее не берем, то есть вершина V не включается, тогда, конечно, надо для каждого ее ребенка взять и выбрать оптимальное там решение. Мы, к счастью, можем независимо там выбрать все, что хотим, никаких конфликтов не возникнет. И в каждом из этих поддеревьев надо, конечно же, выбрать оптимальное решение. Ну вот получилась такая рекуррентная формула, по которой уже несложно написать алгоритм. Давайте это и сделаем. Алгоритм у нас будет вот maxinset, это от слов maximum independent set, английское название задачи. TD опять символизирует то, что алгоритм, который мы пишем, это основан на, это алгоритм, который действует сверху вниз, то есть top down, то есть алгоритм у нас сейчас будет рекурсивный. Ну и это видно. Он сразу проверяет, не сохраняло ли в таблице текущее значение, и если оно равно бесконечности, то есть еще не вычислено, то он начинает вычислять. Итак, если у V нет детей, то есть V это лист, тогда задача для V очевидна. Тогда оптимальное, если у нас просто есть одна вершина, дерево, под которым ничего нету, тогда оптимальное независимое множество в нем, оно содержит эту вершину. Соответственно, D от V это просто вес этой вершины. Это мы рассмотрели как бы конец рекурсии, хвост рекурсии. Продолжаем. Предположим теперь, что дети все-таки есть. Тогда мы вычисляем два значения, то есть сумма по всем детям и сумму по внукам. Вот первая будет сумма по внукам. Для этого мы, во-первых, сначала учли вес вершины V. Ну вот записали ее в переменную M1. Дальше перебираем всех детей вершины V, и для них перебираем всех внуков вершины... всех детей их... всех детей вершины V перебираем. Ну и прибавляем к переменной M1 соответствующее значение. Ну, тем самым мы перебрали всех внуков, и в M1 после выполнения этих циклов записана сумма по всем внукам. Максимальных независимых по весу множеств в поддеревьях с корнями во внуках. Теперь надо посчитать, а что будет, если мы вершину V не берем. Ну тогда в M0 мы изначально кладем 0, поскольку вершину V мы не брали, то ничего мы не получили, и просто считаем эту сумму для всех детей. Вершины... Вершины, прошу прощения, здесь опечатка, вершины V. Вот. После этого мы просто выбираем максимум из этих двух множеств, сохраняем в ячейке D от V, ну и возвращаем это значение. Время работы этого алгоритма... Здесь мне придется опять, так сказать, аккуратненько. Несложно сделать так, чтобы время работы этого алгоритма было линейным по размеру дерева. Но это зависит, к сожалению, от того, как именно дерево представлено, и как именно мы его можем обходить, само перебирать детей, и перебирать детей, детей и так далее. Давайте я, да, здесь просто объяснять подробно не буду. Мы дальше в курсе обязательно с вами разберемся, как надо представлять деревья, как надо представлять графы, в общем случае, как это делать эффективно. Это просто тема отдельной лекции. Но можно это реализовать так, чтобы весь алгоритм работал за время UATF. В частности, то есть, если мы действительно можем спокойно перебирать всех детей вершины и тратить на это время пропорциональное количество детей, то более-менее понятно, почему такое время у нас получается. Потому что для каждой вершины, ну, у нас для каждой вершины ровно один серьезный вызов будет. Под серьезным мы подразумеваем вызов, который не приводит к другим рекурсивным вызовам. В то же время, значение для каждой вершины, в общем-то, нам понадобится, в табличку мы слазим, два раза. То есть, когда мы будем для ее родителя что-то вычислять и для ее дедушки, прародителя. Вот, вот-вот. Теперь, ладно, давайте я здесь путать дальше не буду. Остановимся на том, что это работает за время UAT. Можно так сделать. И завершимся мы тем, что я просто покажу пример заполнения такого вот массива там D, или я не знаю, как D у нас именно хранится, для нашего исходного дерева. Ну вот, то есть для каждой вершины, сначала для листьев мы записываем, понятно, здесь будет единица, здесь двойка, здесь единица. Просто потому что для каждого листа ответ очевиден. Здесь тоже двойка, здесь тройка, там здесь двойка. Ну вот, для этой вершины нам пришлось бы посмотреть, а что выгоднее? Взять ее в независимое множество, или если ее не брать, то можно взять всех детей. Но если даже всех суммарно детей взять, это будет всего 4. Поэтому мы поняли, что здесь вот 7 оказывается. Дальше, для вот этой вот вершины мы тоже разбирались, а что же нам выгоднее? Взять ее и тогда потерять возможность взять семерку и двойку, но зато можно взять всех внуков. Тогда получается 10. Ну, либо если ее не брать, тогда можно заработать себе вот здесь вот 7 и здесь 2. Но это 9 все. Поэтому выгоднее взять шестерку, единичку, здесь двойку и единицу. Ну, то же самое вот здесь получилась эта тройка, вот здесь получилась пятерка. Наконец, откуда же у нас получилось 18 во всем корне? Ну, как мы это вычислили? Мы сказали, ну, мы можем взять, например, тройку. Мы можем корень взять в оптимальное решение. Тогда что мы получим? Мы тогда сразу потеряем возможность взять вот эту вершину, вот эту вершину и вот эту. Это нам не разрешено. Но зато можно во всех внуках выбирать все, что мы хотим. В частности, мы знаем уже, что в этом внуке оптимально, что мы можем набрать это 2. Вот здесь оптимально мы можем набрать это 3. Здесь 7, а здесь 2. В сумме это получается 2 плюс 3 это 5, плюс 7 это 12, плюс 2 это 14. Ну, хорошо. И теперь давайте посмотрим, а что будет? А 14 и еще плюс 3, которые мы взяли. Итого 17. Это в случае, если мы корень бы брали. А если бы мы корень не брали, тогда мы бы могли брать все, что угодно вот в его детях. В частности, здесь мы могли бы набрать себе 5. Здесь могли бы набрать 3. А здесь могли бы набрать 10. Итого в сумме 18. Ну, вот 18 здесь и записано. И в частности, из этого нам становится понятно, что оптимальное решение не должно содержать корень. Как мы только что с вами выяснили, если решение содержит корень, то максимум, что мы можем набрать, это 17. Ну, с помощью этого, в частности, можно восстановить решение. Подробнее, опять же, рассказывать мы здесь не будем, потому что это зависит от того, как именно дерево представлено. Пока в этой лекции мы просто проиллюстрировали такую простую идею, что когда нужно решать задачу на дереве, то естественная подзадача это рассмотреть ту же самую задачу на поддеревьях. И в частности, благодаря вот этому методу, многие задачи на графах, которые обычно на общих графах трудны, то на деревьях они становятся простыми. Вот именно из-за такого трюка, что можно динамическим программированием от деревьев переходить к поддеревьям и решать эту задачу. То есть протаскивать таким образом ответ. Все, на этом в следующей лекции мы устроим небольшой обзор всех алгоритмов, которые мы прошли в этом модуле, в этой главе.